приветствую коллеги ассалам алейкум мирному вашему мы начинаем сегодняшний мастер-класс который посвящен тому как определить тип файловой системы в вашем линуксе если вы на месте если вы готовы проверка связи ми 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 напишите плюс в чат ну а я буду начинать для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин герасименко я сертифицированный инструктор академии циска и linux professional института кандидат технических наук по специальности информационной технологии ну а здесь я представляю университет садиком где мы помогаем студентам начать эти карьеру один специалистам повысить квалификацию повысить экспертность и зарабатывать больше а компания найти высококвалифицированные кадры мастер-класс это новый формат обучения основанный на принципе лен и байдует обучение на практике ну или практическое обучение соответственно коллегиям буду все рассказывать показать объяснить демонстрировать но ваша задача за мной все повторить как результат у вас появятся вот те самые знания умений навыки которые вы сможете продать работодателю зарабатывать больше но и вообще изменить свою жизнь к лучшему к стабильному прогнозируем лучшим поэтому коллеги присоединяйтесь и так что вам необходимо для успешного выполнения сегодняшнего мастер-класса вам понадобится статья из нашего блога ссылку на статью вы сможете найти в описании под этим видео в комментарии поэтому переходите не нужно будет всматриваться в картинку видео можно банально сделать control c control и у вас все получится ну и второе нам понадобится linux linux в котором вы будете все это дело выполнять и так поехали значит способов как определить тип файловой системы много но тут важно не только определить файловую систему а вообще какие есть у вас диски какие у вас есть разделы вот вот это тоже важно понимать поэтому давайте этим делом всем и займемся и так движемся дальше значит что здесь важного что до файловой системы могут быть разные зачем определять возникает вопрос ну например для то чтобы ее проверить может быть расширить может быть наоборот уменьшить в размере да то есть вот варианты что вы можете делать с этими файловыми системами достаточно много ну и мы вот сегодня с вами посмотрим 7 различных способов ну и начнем с команды df и так команда df позволяет нам определить тип файловой системы вот что да и вообще показы df показывает у нас количество свободного места да то есть вот на диске которые на дисках на разделах которые подмонтированы но мы df будем использовать с опцией т т это показывает будет показывать нам тип еще файловой системы ну и вот я нажал и у меня тут аху вы скажете что так много всего что так много всего но здесь собственно snap и да потому что у меня это ubuntu но нас в первую очередь должно интересовать те устройства которые находятся в в в папочке df соответственно вот у меня здесь есть df sdb 3 и тут соответственно файловая система экстренной 4 вот ну и дальше размер сколько использовано гигабайт сколько свободно там да и куда это дело все подключено дальше если у вас вот так вот много вываливается всего как у меня то вы можете использовать фильтрацию вот регулярное выражение для того чтобы это дело все как говорится отфильтровать и так df минус th дальше ставим вертикальный слэш и перенаправляем в греб ну а дальше пошли наши глубины подстановки соответственно здесь мы ставим символ каретки ну или в математике это называется циркумфлекс слэш df и таким вот образом нам будет выведена только то что нам нужно то что нам нужно а не хочет а ну можно наверно еще это дело все вот так вот вот так вот наверное вот сделать да и соответственно вот мы это дело все как говорится до фильтровали и так у меня здесь два раздела sdb 1 extended 4 да и это все под монтированного будут ну x и sdb 3 extended тоже 4 вот таким образом мы с вами это дело все посмотрели и так коллеги в кого получилось разобраться с дфм как у меня пожалуйста напишите цифру 1 в чат ну или в комментарии это означает что вы супер молодец но мы продолжаем дальше с вами двигаться вперед и так следующая команда это fsk она обычно используется для проверки восстановления файловой системы но тем не менее вы тоже можете ее использовать для того чтобы узнать тип этой самой файловой системы и так поехали fsk минус n большой и дальше указываем путь к разделу который нас интересует но здесь в статье sd но у меня нету здесь у меня sdb sdb до раздел соответственно вот sdb у меня до соответственно sdb а дальше нужно цифру указать это номер раздела на диске ну например давайте 11 то и соответственно вот не система пишет что здесь у меня extended 4 extended 4 до файловой системы но можно дальше попробовать да есть еще раздел sdb 2 у меня там находится свап ну видите fsk это не определяет дальше sdb 3 тоже опять-таки extended 4 таким образом с помощью fsk можно определить тип файловой системы ночью здорово на самом деле но пятки нужно знать какие там есть у вас вообще диски да то есть мы здесь указывали путь к разделу к диску и соответственно таким образом нам fsk это дело все писала и так коллеги кого получилось с fsk как у меня пожалуйста напишите цифру 2 в чат или в комментарии это означает что вы супер-пупер молодец движемся дальше но теперь самое интересное на вопрос который возник а если они вообще не знаю какие у меня есть разделы диски вот что у меня там вообще есть да то есть это мы вот только что с вами там с дфм fsk смотрели то что у нас под монтирована там df показывал ну а если мы вот раздел не по 2 монтированы да то есть вот меня например здесь на компьютере есть еще windows соответственно разделы с windows а мне под монтированы вот поэтому они здесь и не отобразились так вот давайте мы теперь посмотрим какие же у нас есть тут на самом деле еще диски ну и соответственно дальше узнаем и про разделы и так для это будем использовать команду ls blk соответственно это лист блок девайсис да то есть можно посмотреть список вот этих самых блочных устройств ls blk blk и опцию минус f минус f и вот пожалуйста мы здесь это дело все видим да какие у нас здесь есть вот вообще системы так развернулась все опять-таки достаточно много всего но что это такое вы скажете ну это snap и да поэтому вот от них тоже не не избавишься это нужно собственно да коллеги но от ниже мы видим собственно вот sd1 у меня раздел диск да на нем 2 2 раздела sd1 sd2 и тип файловой системы нтфс нтфс да дальше второй диск у меня sdb и соответственно здесь пошли разделы sdb 1 файловая система экстенды 4 sdb 2 sdb 2 файловая система свап ну там как бы вот специфическая файловая система но тем не менее этот раздел используется для подкачки но и sdb 3 здесь соответственно файловая система extended 4 есть еще у меня сидером sr 0 до пол сидером это вот если я или картридер вот не знаю что там но у меня диск не устанут этот круглый который лазерный да он не стоит флешка в картридере тоже ее нету поэтому поэтому здесь и непонятно какая файловая система что вы ставите только говорится и будет вот таким образом коллеги команда lsblk показывает нам полностью вот какие есть у нас разделы да какие есть диски и какие есть разделы на этих дисках вот как по мне по моему такой самый лучший вариант это использовать команду lsblk вот то есть собственно здесь то что нашло ядро не зависит линукса да независимо от того вот подмонтированы эти разделы или не подмонтированы мы сразу все это тело видим и так коллеги в кому кому удалось разобраться с lsblk как у меня пожалуйста напишите цифру 3 в чат это значит что вы супер-пупер молодец ну а мы будем двигаться вперед будем двигаться дальше итак смотрим следующую команду команда mount значит очищаем команда mount что делает команда mount mount показывает вот те разделы которые уже примонтированы подключены к вашему линуксу ну и прям сейчас вы можете прям с ними работать итак поехали если просто написать mount то высветится опять-таки смотрите сколько всего здесь да вот и нужно нужно всматриваться в это все дело но нам нужны устройства нам нужны показывать те файловые системы те устройства которые путь которым начинается через дэв до через дэв поэтому делаем фильтр фильтр значит фильтр как и прошлый раз дэвом вот мне просто такой фильтр нужно сделать и так mount дальше ставим вертикальный слэш перенаправляем в грэп ну а дальше пошли глубин и подстановки регулярного выражения так значит дальше символ циркумфлекса или каретки это символ начала строки ну а дальше дэв дэв с дэв с нажимаем enter ты пожалуйста вот я вижу какие у меня здесь есть файловые системы да значит sdb3 sdb1 вот ну и соответственно они подмонтированы как подмонтированы там да вот вот все это дело тоже здесь отображается но опять таки это только подмонтированы почему но потому что mount mount это дело все показывает и так коллеги цифра 4 в чат если у вас получилось как у меня ну и вы увидели типы файловых систем которые подмонтированы с помощью команды mount едем дальше следующая команда весьма интересны это был к айди это утилита соответственно давайте мы с ней тоже воспользуемся значит она находит и печатает атрибуты блочных устройств ну и соответственно позволяет определить тоже тип файловых систем и так поехали значит b lk айди ну а дальше нужно указать путь к разделу на одном из диски поэтому указываем соответственно делаем дальше например sdb1 да и посмотрим что у нас там вообще ничего не определила сд2 тоже но это у меня windows да значит давайте попробуем sdb sdb сdb1 да так чуть не работает так так что-то мы не видим ничего не хотя вот а вот нужно просто наверно написать был кориде эти просто напишем брюк айди и тогда мы это дело все увидим значит вот вот так вот это работает значит что здесь интересно коллеги то что команда блк айди позволяет показать еще уид это unique идентификает да то есть идентификатор раздела да тоже можно вот таким вот образом посмотреть ну и здесь есть тип тип тоже пока по отображается это же это дело видно значит что важно то что блк айди показывает под монтированные файловые системы точно так же как и mount точно так же как и команда df так движемся дальше значит колода в кого получилось блк айди как у меня пожалуйста напишите цифру 5 в чат это означает что вы супер молодец но мы будем продвигаться вперед и так команда файл следующая эта команда файл этом делаем следующим образом пишем судом да тут уже понадобится права суперпользователя дальше команда файл ну и используем опции минус с маленькая l большое ну и указываем к путь к моему разделу sdb 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 1 например да и так вводим пароль пароль и пожалуйста тоже мы это дело все вот можем вот таким вот образом посмотреть на тип файловой системы тоже здесь виден вот extender 4 дам дальше sdb 3 давайте посмотрим тоже здесь это видно да значит extended давайте два будет видно что у нас это слаб до тоже видно так ну что давайте потренируемся и здесь один из d1 это у меня нтфс вот тоже видно да что это нтфс доз мбр будет менеджер то да 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 и сектор кластер то да 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 ну чё тоже видно да вот все это мы тоже разобрали так sd2 это у меня это у меня уже обычный раздел windows тоже тоже что-то тут видно здесь а здесь 3 минерами туда и здесь два да ну вот таким образом тоже это дело можно все посмотреть и так коллеги у кого получилось как и у меня с командой файл пожалуйста напишите цифру 6 в чат это означает что вы супер молодец ну и вот освоили команду файл едем дальше следующий вариант как посмотреть какие есть у вас файловые системы в в windows в линуксе летом и воспользуемся чтением файла fs tab значит файлы фастом там описывается файловые системы которые подключаются которые маунтятся во время загрузки линукса и так давайте вычитаем будем вычитывать с помощью команды cat cat я тк е тк и здесь fs tab и так нажимаем и что мы видим мы здесь видим вот такую вот собственно картину значит да вот так вот чтобы растянулась соответственно здесь мы видим что у нас подключается да под маунтятся разделы по уиду вот это важный момент вы скажете можно ли мы маунтить по девайсу да можно но в линуксе принято по уиду почему по уиду почему ушли ушли от маунтиня по по самому устройству потому что вы можете переставить раздел вот в другой в в другой кабель включить до другой порт сата порт включите соответственно у вас будет уже другой там буква будет там не ездить и сдб здесь и здесь и и так дальше да то есть для того чтобы вы не привязывались к порту на материнской плате то маунтится все по уиду соответственно вот пожалуйста здесь это дело тоже все видно опять таки если вы не очень понимаете что это за устройство то команда был к айди вам поможет разобраться что у вас куда маунтится но опять-таки коллеги здесь четко видно тип файловой системы вот который маунтится которая подключается у вас в вашем линуксе и так олегков получилось как у меня пожалуйста цифра 7 в чат это означает что вы супер молодец ну и вот теперь вы точно понимаете знаете какие есть файловые системы в вашем линуксе и можете этим делом всем как говорится успешно пользоваться и так коллеги пожалуйста поделитесь своими опытом какими командами вы пользуетесь как вы узнаете какие есть файловые системы какие есть диски в вашем компьютере в вашем сервере пожалуйста отпишитесь в комментарии или в чате вот может я какие-то утилиты и забыл опять таки поделитесь я вам буду сильно благодарен ну а кому был полезен сегодняшний мастер-класс коллеги оцените его лайком нравником в подобайкой ну или просто поставьте палец вверх а если для вас интересна тема линукса сетей кибербезопасности программируемых систем мы вас приглашаем к нам на курсы где вы сможете систематизировать все ваши знания формате леонин байдуин я вот так вот все делаю вас все получается потому что нет ничего сложного да дальше на выходе вас будут международные сертификаты ну и что важно мы помогаем с трудоустройством большие международные компании поэтому подавайте заявочки на курсы присоединяйтесь и будем движется двигаться вперед ну а на этом все ассалам алейкум мирному вашему берегите себя своих близких несите тяготы друг друга помните коллеги что сила в единстве поэтому если что-либо вас не получается то пожалуйста пишите пишите комментарии в чат пишите в комментарии пишите на почту пишите в телеграм вот все что у наших силах вся наша команда будет вам помогать на этом все до свидания